Западные санкции подрезали ГЛОНАСС Космос, Наука и Техника. 13.17.25 июня 2019 года западные санкции подрезали ГЛОНАСС. Модель космического аппарата Российской глобальной навигационной системы ГЛОНАССК. Фото, Сергей Мамонтов, РИА Новости. Западные санкции, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС, пишет принадлежащая Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключение счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год. Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАССК в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих. Средства перераспределят на разработки по импортозамещению, заверили в правительстве, отмечает издание. По данным издания, речь идет о сокращении в 2019 году финансирования в размере 12,9 миллиарда рублей, изначально предусмотренного федеральной целевой программой, ФЦП, поддержания, развития и использования системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы, из которых 6,9 миллиарда полагалось Роскосмосу, а остальное Минобороны. Теперь часть данных денежных средств, 7,05 миллиарда, предлагается направить на развитие ГЛОНАСС, в частности, на формирование страхового запаса электронной компонентной базы иностранного производства, в том числе для изготовления 11 космических аппаратов ГЛОНАСС-К-2. В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отметили, что таким образом идет внутреннее перераспределение средств на отечественный опытно-конструкторские работы с целью импортозамещения. В апреле сообщалось, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Онгара» опять привели к необходимости облегчения выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС. В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурка заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты, составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников, ГЛОНАСС российской разработки. В апреле того же года гендиректор предприятия-производителя спутников из имени Решетнева Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40% состоят из зарубежных комплектующих. В настоящее время масса спутника ГЛОНАСС к российской глобальной навигационной системе равняется 1,4 тонны. Такие космические аппараты составляют основу ГЛОНАСС. Масса современного космического аппарата, ГЛОНАСС-К-1, приближается к одной тонне. Масса спутника ГЛОНАСС-К-2, отличающегося уменьшенной долей иностранных комплектующих, сопоставима с массой ГЛОНАСС. Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись.